Они собирают лифты, самолеты и мосты. Кизлярские промышленные предприятия осваивают новые направления и наращивают производство. Глава Дагестана Владимир Васильев побывал на заводах и обсудил с руководителями предприятий перспективы развития отрасли. Хадижат Мазгарова расскажет подробнее. Мало кто слышал, но в Дагестане собирают и лифты. Кизлярский электроаппаратный завод наладил производство подъемников в 2017 году. Начали с 30 экземпляров. Сегодня производят уже 500 в год. Разных моделей они отправляются в разные регионы страны. Последняя партия была для Махачкалы. Подъемники соответствуют всем международным стандартам, а в некоторых параметрах даже превосходят аналоги. У нас металл. Во-первых, мы заказываем и толщина металла. Если смотреть, у нас у некоторых, если он там 0,5, у нас 1,2 металла. Толщина стенок 1,2. Сегодня производство осмотрел глава региона Владимир Васильев. В разговоре с ним руководитель предприятия отмечает, что темпы производства удалось нарастить в том числе благодаря господдержке. Продукция весьма востребована в регионе. Так, в республике в замене нуждаются более полутора тысяч подъемников. И сотрудничество не заставит себя ждать. Еще один большой плюс – создание новых рабочих мест. Я сегодня случайно попросил сфотографироваться вместе с двумя молодыми рабочими. У вас, молодые рабочие, за это спасибо. Один из них – наставник того, которого подвели. Один работает на одном, другой на другом. Стэнлик, да? Да, да. И вы нас познакомили. Вот этой работой продолжаете заниматься. Для нас сейчас очень важно, я думаю, для всех, чтобы у нас в республике было как можно больше высокооплачиваемых, высокотехнологичных рабочих мест. А это уже КЭМС. Главе региона показывают производство деталей самолета. Многоцелевого, четырехместного МАИ-411. Это гордость предприятия. В новом ангаре выставлено несколько экземпляров. Там же прошла и встреча с коллективом завода. Промышленные предприятия республики в пандемию продемонстрировали свою значимость. В том числе КЭМС, который в самые сложные дни за короткое время наладил производство кислородных аппаратов. Благодарность сотрудники уже сегодня получили почетные грамоты. Прежде всего хотел бы вас поздравить с наступающим профессиональным праздником Днем машиностроителя. Поздравить вас за ответственный подход к решению поставленных задач. За ваш постоянный поиск нового, современного. Мы сейчас шли по этой выставке и с удивлением, гордостью и радостью видели, что вы думаете не только о современных боевых самолетах, но и о бочеге горской матери, хозяйке дома. Еще один продукт предприятия – сборные мосты. Действие механизма увидели уже в Хасаюртовском районе. На одной из дорог его перекинули через мост, что позволит не останавливать движение. Разборные мосты устанавливаются взамен ветхих и аварийных, то проведение капитальных восстановительных работ. В районах республики уже появилось 15 таких конструкций. Здесь будет новый мост. Потом этот временный мост разбирается, собирается, красится. И он у нас будет в резерве на тот случай, вот такой, который где нужно будет. По прогнозам специалистов, общая сумма заказов дагестанских промышленных предприятий до конца года превысит 7 миллиардов рублей. Таким образом, темпы производства вырастут на 10%. Это скромный показатель и задача, которая поставлена, как можно быстрее улучшить его. Хадижат Мазгарова, Саид Кутиев, Камила Раджабова. Время новостей.